Итак, мы продолжаем с вами продвигаться по четвертой главе трактата Гетин. Мы находимся на седьмой мишне, где мы обсуждаем нововведения, которые вели мудрецы на протяжении веков с целью исправить какие-то необратимые последствия, которые могут наступить в той или иной ситуации. То есть какие-то законодательные аспекты, которые позволяют избежать неприятностей. Вот мы находимся, пока с вами говорили про рабов, то есть про судьбу раба, особенно канонийского раба, который с момента того, как становится рабом у еврея, становится наполовину евреем. И поэтому определенные вещи защищают этого человека. То есть мудрецы пытались защитить его от продажи за границу или перепродажи другому человеку. Не еврею, еврею мы все это разбирали. Так вот, сегодняшняя мишна переключает немножко тему, но тем не менее продолжает как бы в том же направлении текунула. И так говорит мишна. Хамоцейт иштон ишум шимра. Человек, который развелся с женой из-за дурных слухов. То есть есть такое понятие, когда начинают говорить гадости про его жену, что видели его жену. То есть свидетелей нет, реально как бы доказательств нет. Но поползли слухи такие, знаете, хихонькие по деревне. Человек не выдерживает и возвращает жену. Ло-Яхазир, говорит мишна. Запрещено ему возвращать ее. Обычно, по идее, человек, если он не коин, который развелся со своей женой, может передумать и взять ее обратно, если она в промежутке не вышла замуж повторно. Но здесь нельзя. Если ты развелся с женой из-за слухов, вернуть ты ее не можешь. Умываарима таамбгимара. В Талмуде объясняется причина. Мишум килкула. Из-за того, что она как бы испортилась. Что это значит? В Талмуде объясняется. В Талмуде объясняется. В Талмуде объясняется. Так, сейчас, секундочку, интересно. Мы выяснили с вами, пришли к итогу того, я подбежу маленький итог. Правильно? Можно позже, кто нам не запрещает? Нет запрета. Это привычное, это помогает прощать свою жизнь. Сто процентов. Но итог, то, что мы портим. Но главное нам говорить, что относись к имуществу ближе к имуществу, как своему. Я же не могу свою испортить. Как я могу свою испортить? Это мое. Что у нас не пояснилось? С другой стороны, мы даже... Как интересно. Вот такое нововведение сделали мудрецы. Если человек разводится со своей женой из-за дурных слухов, он лишается права на ней жениться заново. И Талмуд объясняет причину в следующем. Дело в том, что может получиться так, что она... Он с ней развелся. Она выйдет замуж. А потом выяснится, что все слухи были ложными. И муж придет и скажет, что стоп, стоп, стоп. Если бы я знал, что моя жена никогда мне не изменила, и все это неправда, я бы никогда с ней не развелся. А получается, гет недействительный. То есть гетта никогда не было. Это как обед. Я никогда не имел этого в виду. Я-то думал, что так. И тогда получится, что у нее дети от второго брака, то есть пока она вышла за другого, окажутся ретроактивно мамзерами. Чтобы всю эту ситуацию предупредить, мудрецы сказали, в этой ситуации мы сразу предупреждаем мужа. Дорогой, если ты веришь в эти слухи настолько, что ты хочешь с женой развестись, разводись, но имей в виду, что ты потом узнаешь, и придешь, и будешь кричать, и бить себя в грудь, и я не хотел, не-не-не. Вернуть ее себе ты никогда не сможешь. То есть это необратимая процедура. Если сейчас мы пишем гет, то даже если ты не имел в виду, ты думал, не думал, это будет гет. И она будет свободной. И если она за кого-то выйдет замуж, ты уже это обратить обратно не сможешь. Так сделали мудрецы специально, чтобы не получилось такого, что получится так, что дети, рожденные от второго брата, окажутся нам зерим. Мишум недер. В Эхен Мишиги. То же самое касательно недера. О, мы даже пример сравнили с недером. Человек дал обед. Например, его жена, мы учили, что женщины тоже могут брать на себя обеды. Недер. Так вот, жена человека взяла на себя недер. Я не знаю. Не стричь волосы, стала некрасивой или отказалась от чего-то. Мужу это не нравится. Я не хочу, говорит, быть женатым на женщине, которая взяла такой недер. Не хочу. А уже отменить нельзя. И он с ней из-за этого разводится. Луя Хазир. Мудрецы вмешались и сказали, вернуть такую жену он себе не сможет никогда. Почему? Как мы объяснили выше, в Талмуде, мы опасаемся, что это приведет к катастрофе. Какой-какой. Она выйдет замуж за другого человека. А прибежит муж и скажет, что если бы я знал, что можно этот недер было отменить, я бы никогда с ней не разводился. А оказывается, я просто этого не знал, и получится, что гет отменяется, и тогда что дети получаются мамзерами. Поэтому сказали мудрецы сразу, слушай, если ты считаешь, что вот с этим недером ты жить с ней не можешь, и ты сейчас хочешь дать ей гет, знай простую вещь. Что бы потом не изменилось, ты там что-то узнаешь, или что-то произойдет, или выяснилось, что это неправда, или ты уже не сможешь отменить. Гет будет гетом. И поэтому гет, который он с ней разведется, будет финальным. И это предотвратит ситуацию того, что она сделает катастрофу, то есть она сделает что-то непоправимое, то есть родить детей, которых исправить будет нельзя, то есть мамзеры. Раби Иуда же говорит, Раби Иуда же считал, что мудрецы, то, что мудрецы сказали, что он понимал слова Мишны, что тот, кто разводится с женой из-за дурных сплетен, или из-за обета, который она взяла, он понимал так. Не то, что опасаемся, мудрецы опасались того, что она выйдет вторично замуж, и у нее родятся дети, а потом придет муж и отменит свой гет, и получится, что дети незаконно рождены. Не, не это. Элэ Мишум к нас. Это был такого рода штраф. Это была такая штрафная санкция, которая была направлена, на самом деле, против распущенности женщин. То есть женщины будут понимать, что как бы тут ни шутки, про нее пойдут сплетни, муж психанет с ней разведется, он потом ее назад не возьмет. А, ничего, он психанет, потом простит и возьмет меня обратно. А, ничего, возьмет меня обратно. И будет себя чувствовать спокойно. Нет, мудрецы сказали, если про кого-то слухи пойдут, имейте в виду, если муж с вами разведется, назад он вас взять не сможет. Эта ситуация необратимая. О, и это должно было привести больше в чувство, женщины, вы подумали несколько раз, перед тем, когда позволять людям говорить такие сплетни при себе. Где шло юбенот, или распущенными в своих обетах. Я возьму такой обет, я возьму такой обет, ничего, потом все отменим. Да, чтоб такого не было, был такой штраф, что муж не сможет вернуть ее обратно. Гилках, поэтому Поэтому даже если женщина дала обет, который по определению невозможно отменить. Например, она дала обет во всеуслышание при толпе народа. И все слышали, что она взяла на себя обет, больше не есть яблок. А мужу теперь это не понравилось. Мы можем не опасаться, с одной стороны, никогда муж не придет и не скажет, а, я не знал, что его можно отменить. Его нельзя отменить. Все равно, по мнению раби Иуды, если он с ней разведется, он не сможет взять ее обратно. Дело не в том, что он придет и скажет, ой, я чего-то не знал, а просто мы не хотим, чтобы женщины давали обеты. И поэтому установили мудрецы такое правило, что в случае, если обет стал причиной развода, этот развод навсегда. Но, если этот обет был где-то, она там тихо кому-то сказала или мужу сказала, то есть неприлюдно, тогда, по мнению раби Иуды, ему разрешается ее вернуть. Потому что мудрецы установили штраф невозвратности, вот этого точка невозврата сделали из этого гета, по причине того, что она не должна вот такие вот невозвратные обеты, необратимые, давать. За это мы ее штрафуем необратимым гетом. Но, если она дала какой-то гет, который можно легко отменить, то это не называется уже предсуд, это не называется прям распущенность такая. Да, тут уже мудрецы не установили. И поэтому, по мнению раби Иуды, он да, сможет вернуть свою жену после того, как дал ей разводное письмо, после того, как она дала обет скрыто, а не прилюдно. Потому что это не то, что пытались мудрецы сделать штраф. Раби Мейер же считает, коль нэдэши сарих хакерат хахамим ло я хази. Нет, Раби Мейер же установил так. Он сказал, любой нэдэр, любой обет, мы же говорим про обеты, там, неотменимый обет, отменяемый обет. Он говорит, любой обет, чтобы отменить который необходим допрос мудрецам, то есть определенная процедура, является гетом достаточного уровня, чтобы мудрецы ввели вот это вот свое восстановление о точке невозврата. То есть если такой обет стал причиной развода, этот развод финальный, окончательный, его нельзя отменить. То есть объясняет Раби Мейер, шатаму мишумши хошим ликил кулула. Раби Мейер считает, нет, дело не в штрафе. Дело действительно, как мы сказали в начале, мы опасаемся вот этого вот необратимых последствий с мамзерами. К мошенберну будет говорить как Танакамо, как объяснил, как Танакамо сказал. Поэтому в случае обета муж может отменить его. Кстати, вот именно. Подожди, муж же может отменить обет жены. Что же он из-за обета с ней разводится? Так, не понял. Муж, она дала обет. Ему не нравится обет, он решил с ней развестись из-за этого. Этот развод будет окончательным. А что же он, а, может быть, он пропустил время, может, он не использовал этот день. Ну, что он не использовал, если ему не нравится этот обет? Итак, а вот написано. Поэтому в тех недерах, которые муж не может отменить, это а необходимо и хахам, который отменит. В этих ситуациях муж может как бы отозвать разводное письмо, сказав следующее. Я-то думал, что этот недер нельзя исправить, потому что я не могу его снять. Я думал, все, значит, никто не может снять. Я-то думал, что, оказывается, мудрец может снять такой обет? Ну, а я на горшах, конечно, бы я не дал ей разводное письмо. И поэтому мудрецы, опасаясь этой ситуации, сказали, что он не может. Поэтому есть и то, вероятно, что она действительно выйдет второй раз замуж, у него родятся дети, а тут муж опомнится, будет учить Тору и узнает, что, оказывается, можно было этот обет отменить. И он скажет, что я наделал, я все это не хотел, это ошибка, этот гет, это ошибка. Что значит ошибка? У него, получается, дети мамзеры. Чтобы такого не произошло, мы предупреждаем этого мужа в момент, когда он дает ей гет, смотри, этот гет навсегда, ты не сможешь, что бы там ни случилось, отменить ты его не сможешь. Но я не помню уже, может быть, вы мне подскажете, а что за, разве какие-то обеты муж не может отменить? Я уже не помню, мы в Недаре мучили, только мудрец может отменить, а муж не может отменить. А, мы говорили, что Недар должен касаться мужа, непосредственно касаться его жизни. То есть, если она наложила на себя какой-то запрет, который оказывает эффект на мужа, что, скорее всего, потому что они муж и жена, то есть, она что-то не делает, и на него это как-то действует, тогда это уже повод его отменить. Но если предположить, что она дала какой-то обет совершенно абстрактный, который никак не влияет на мужа, не связан с ее внешностью, с ее ослаблением организма или с тем, как она будет его кормить, никак не связано. Может быть, он действительно не может его отменить. Но этот Недар спокойно мог отменить мудрец. «Вешейно царьи хакерат хакам». «Вешейно царьи хакерат хакам». «Элла הבעль יכול л'апфер אותו». «Вешейно царьи хакерат хакам». Но касательно обетов, которые муж может отменить, в них нет нужды идти к хакаму. «Яхазир, такой, по мнению, в такой ситуации муж может вернуть жену, если психанулу дал ей гет. потому что мы не опасаемся какого-то каких-то мамзеров». Вот, как мы и предположили. Потому что если Недар был изначально в его силах отменить, так что он с ней развелся? «О, все, теперь на теперь. Недар, я не хочу с тобой жить. Какие проблемы? Ты муж. Скажи все, Недар не Недар и продолжай жить с женой. Раз ты этого не сделал, значит, ты действительно хотел с ней развестись. А раз ты хотел с ней развестись, то это и так бесповоротно и окончательно. И не будет такого, что муж вдруг придет и скажет, что вы знаете, я ошибся, гет-не-гет». Сказал Раби Лазар, «Ло асру зе элэ мипней зе». Сказал Раби Лазар, это запретили по причине этого. Что имел в виду Раби Лазар? Холека Раби Мэйр. Раби Лазар спорит с Раби Мэйром. Он читает, «Шим Недра Недар Шасари Хакират Хахам Эйн Нахшош Текил Кулуа». Он говорит, действительно, если она дала такой обет, который требует, то есть, вмешательства третьего лица, там, мудреца Торы и прочее, суда, из-за того, что он не может сказать, если бы я знал, что это может отменить через Хахама, я бы, если бы не разводился, все равно, говорит Раби Лазар, это не причина. Муж не вернул бы, потому что даже если жена дает обет, который муж отменить не может, а нужно идти в суд, все равно он бы с ней развелся, если он с этим обетом жить не может. Почему? Есть такой принцип, что муж не хочет позориться с женой в суде. Ему легче развестись с ней, чем отвезти ее в суд. Эдоши газоруну мудрецы все равно установили они установили свой запрет отмены Гетта даже в случае, когда обет отменяется Бейдином из-за ситуации, когда Гетт не нуждается в Бейдине, когда Недр не нуждается для отмены в Бейдине, то есть сам муж может его отменить. Потому что есть тут тоже опасения, ведь муж может сказать если бы я знал, что я мог отменить Недр, я бы с ней не развелся. И поэтому ему запрещено с ней возвращать ее. Что один запретили из-за другого, вот что он имел в виду. То есть причина, по которой запретили мужу отзыв разводного письма в случае, если она дала обет, который отменить может только Бейдин, запретили из-за ситуации, когда она дала обет, который мог отменить муж, но по какой-то причине этого не сделал. Из-за того, что он с ней развелся, а потом он, оказывается, не знал, что он может отменить Недр, а потом прибежал, ой, я узнал, что я мог, если б я знал, я бы с ней не разводился. Из-за этого запретили и другую ситуацию, которую на самом деле он и не мог отменить Гет. Одно запретили из-за другого. Говорит Раби Йоси Бар-Яуда. Ого, сколько мнений. А Раби Йоси Бар-Яуда говорит, что в Талмуде объясняется, что Мишнатан Канхасра и что наша мечта на самом деле в ней не достает слов. Вот как надо читать Мишну. О чем вообще идет речь? Что значит не может вернуть жену? Если она дала обет, а вальне даргу им не дарабальше гершена вигерша. Не хватает слов. А что имеется в виду, что он не сможет вернуть жену после того, как даст ей Гет? Кеша не драги. Когда она дала обет, а вальнедр, а вальнадаргу. Но если он дал обет, я хазир, то он может вернуть. То есть если она дала обет, он действительно с ней из-за этого развелся, он не сможет ее вернуть. Но если он дал обет, какой обет? Он дано, вот я обещаю, я с тобой разведусь. Пообещал, да, вот завтра иду в Бейдин, даю тебе разводное письмо. Шеэйн лахшош базэли кинкалуа. Мы не опасаемся. И тут можно отменить. Ваамар абьёси барьевуды. Говорит абьёси так. Маасэби цайдан. Да и хад шеэмар лэйштоку нам им эйни мигарышха. Была такая история с одним человеком, который жил в Цайдане, такое место. И он прямо дал обет. Он сказал, вот я не я, если я обещаю, что завтра, что если я не дам тебе... А если, говорит, я с тобой не разведусь, пусть запретятся мне все плоды в мире. Развёлся с ней из-за своего недера. Но мудрецы разрешили ему её вернуть. Потому что если он развёлся с женой во исполнении своего недера, сказанного в горячах, это позволяет, мудрецы здесь не накладывали свой штраф. И такой муж может вернуть свою жену. Мы говорим про её обеты. А про его обеты эта ситуация, она обратима. Почему? Ради исправления мира. Потому что в случае, когда с женой это произошло, муж может передумать и позже отозвать своё разводное письмо, это может привести к мамзерам. И там мы опасаемся, там мы внедряем ограничения, предупреждаем мужа, что это финальный безотзывной гет. Но в случае, если он даёт такой обет, нет опасения, что она придёт, что-то скажет. Ничего не случится. Поэтому смысл дайте человеку в горячах что-то сказал, ну сказал, дайте ему возможность снова заново взять её в жёны. Вау. 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 Вау.